Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмиль. Мы продолжаем нашу карьеру на максималках за училку физкультуры. Если вы попали сюда случайно, смотрите с самой первой серии. А если пришли туда, куда и хотели, то училка физкультуры, видите, достигает отметки в 200 игр на посту менеджера. И у нас так получилось, что это важная игра против Насианаля Прагвайского. Ну и, собственно, матч довольно важный в рамках Копа Судоамерикана. Ну, то есть Южноамериканский кубок, если переводить дословно. Уже завтра игра. Надо будет подобрать состав и предоставить отдых тем, кому он требуется. Календарь, как обычно, жесткий. Ну и Насианаль надо обыгрывать, устроить настоящее шоу. Никто что-то особо не торопится. Но давайте верить, что Джорди Томпсон, тот человек, который сегодня себя ярко проявит, но, однако, на общение с училкой физкультуры он никак не отреагировал. Друзья, надеюсь, что вы отреагируете на этот видос и поставите пальцы вверх, не забудете об этом. Ну и буду благодарен, если напишите комментарий в поддержку серии. Также, конечно, отдельное спасибо донатерам. Только благодаря вам эта карьера и выходит. Спасибо за посильную поддержку. Очень приятно, что люди, разные люди поддерживают. Не один и тот же шейх донатит, а совсем разные люди. Кто-то по соточке, кто-то по 200, кто-то по 50. Это очень всегда приятно. Спасибо вам, друзья, большое. Ну, у нас, пока вы видите, матч стартовал вообще без каких-либо моментов, хотя в первой игре мы довольно легко с Анасионалем разобрались. Ну, вот первая атака и атакуют наши соперники. Хотя здесь Геррера 2-2 пожарным не заделался. Мяч долетел аж до вратаря наших соперников. Здесь нужно прессинговать, перехватывать. Геррера молодцом. Лопес переводик хороший, Контирио сохраняет владение. Диванович, пас с дивана в район Лукаша Летяная. Два европейца. Диванович и Летяная должны друг друга понимать на уровне, как там, спинного мозга. Но сейчас Диванович и Летяной вновь были в центре внимания. Не удалось довести атаку до удара. А вот Томпсон, ну я ж говорил, он сегодня будет сжечь. И вот он, наконец, забивает гол. Это первый его гол за Депортиво Кали. Голевую передачу он выдал немало, но вот, наконец-то, забил. И в какой важный момент. И, кстати, Кабезос, блуждающий плеймейкер, отдает эту голевую передачу. Я вдвойне рад, вдвойне горд, что у нас удалось блуждающего именно плеймейкера в эту тактику встроить. И она работает. Морено, передача на Летяная. Но здесь Летяная не убежит, и он один без поддержки. Без поддержки сложно. Хельмар на подборе. Мы видим хорошие оценки у Геррера и Хельмара, потому что они на подборе очень хорошо, грамотно и вовремя действуют. Гравито. Нет забеганий. Гравито тащит мяч сам. Подача. Отличная Летяная. Едва, едва дубль. Не оформил Томпсон. Момент был для этого шикарный. Доминирование есть, но при счете 1-0 это, в общем-то, не очень круто, потому что надо ситуацию-то в свою пользу поворачивать на табло, чтобы это отражалось в счете. А если мы будем моменты создавать, ну, кто знает, сейчас не дай бог какая-нибудь красная карточка, удаление того же Лопеса, например, и все. И у нас уже на одного игрока меньше, а там может повернуться как угодно. Да или любой угловой, любой пенальти может соперник реализовать. Момент Летяная. Ну, кажется, офсайд был у Лукаши Летяная. Нет? Не было офсайда? Похоже, что не было. Показалось мне, что Гравито слишком рано отдает эту передачу, но нет. Все рассчитал. Все рассчитал Гравито. А, тут от соперника еще. Рикошет был. Летяной. Прочувствовал. И сразу с начала второго тайма забили. И это психологически очень важно. Ну, сейчас мы смотрим. Ну, да, здесь-то офсайд мог быть запросто. Но рикошет от ноги. Чем ответят наши соперники? Соперники отвечают моментально. Давид Флейтос очень легко. Вообще без шансов, без вариантов. Ну, как-то защитники проспали. Флейтос это хельмар, опытнейший хельмар. Ну, как так? Так, дал освободиться. Дал спокойно пробить по нашим воротам. Грубейшая ошибка центрального защитника. И это первый удар в створ, конечно же, от наших соперников. Я рассчитывал, что мы сейчас забили второй. Можно как-то перевести дух отдохнуть. Ну, фиг там. Фиг там. Вот нам и отдых подъехал, да? Баланта выйдет. Диванович очень устал. Морено вместо него. И вместо еще одного Морена. Паласиос. Потому что надо составчик освежать. Хотя бы так. Ожидаю увидеть хорошую игру. И браво, Лукаш Летинай! Ничто не предвещало гола. А он его сделал. Вот это да. Вот это да. Я, честно говоря, думал, какой-то момент после примененных замен. Сейчас ничего опасного не будет. А Лукаш Летинай! Подкараулил эпизод. Томпсон выполнил подачу. Кантильо вступил в борьбу. Но Кампузано. Кампузано скинул. Великолепно прочитал игру и сделал перехват. Ох уж эти комментарии от компьютера. Великолепно, говорит, прочитал игру. Да. Тут надо... Тут надо... Звать Александра Бубнова. Чтоб он прокомментировал что-нибудь вроде... Да, великолепно прочитал, блин. Просто взял и на соперника отправил, блин. Чтец просто. И жнец на людей игрец. Так бы, наверное, Александр Ильич как-то сказал бы. Так, а у нас... У нас... У нас... У нас... Замены, наверное, нужны. Ну, Летинай. Летинай, в принципе, может и посидеть. Гарсия, если... Может и поиграть, вернее. Гарсия в следующем матче нам пойдет в такой форме. Вот Франко вместо Гравита. Это да. Еще кому-то надо дать отдохнуть. Хельмару или Герейре. Возможно. Возможно. Ну, давайте Хельмара посадим на скамеечку. Теперь сбрасываем настрой до сбалансированного. И нам совершенно не нужно сейчас так высоко играть. Так высоко встречать. Прессинг убавляем. Нам нужно просто спокойно довести этот матч до победы. Что мы и сделали. Молодцы. Молодцы. Хорошая работа. За такую игру команду можно только похвалить. Не проиграл и Велес. Хорхи Вильстерман был имя обыгран со счетом 3-1. И теперь у нас надежда только на очное противостояние. Конечно, не сахар ситуация. Не менее важное у нас противостояние и в чемпионате. У нас начался плей-офф апертуры. И необходимо здесь с Индепендиентом Меделин разбираться. Дебютный матч. Народу довольно много стал ходить на футбол у нас в Кали. И это радует. Но соперник традиционно непростой. Но надо побеждать. Томпсон подхватывает мяч в середине поля. Есть у него пространство. Когда у него есть пространство, он опасен. Он умеет бегать. Кливер Морена заброс на Гарсию. Гарсия с острого угла забивает. Был ли там офсайт? Хорошо, что есть Вар. Вар сейчас может отменить решение арбитра. Не засчитывать этот гол. Смотрим. Нет, увы. Гол все-таки не засчитан. Все-таки Кливер Морена отдал передачу несколько поздно. Или наоборот, несколько рано. Потому что Гарсия здесь находился сильно впереди. Отвечает Индепендиенте. Ой, вратарь. Почему же Луаиза-то не пошел на этот мяч? В простой ситуации 2-2 не привезли мы гол. Баланта. Из глубины делал передачу. Но все перекрывалось. И здесь без нервов надо сыграть. Ну, Морено. Что ж натворил-то? И в каркас ворот попадает мяч. Да, пока... Пока наша команда никак не может... Никак не может успокоиться. Что очень много проблем на ровном месте. Ну, вот есть шансы стандарта. Кантильо. Подача в район Морено. И здесь надо забивать. Джанфранко Кабезос отправляет мяч в ворота. Ошибается. Там кто-то из защитников соперника. Ну-ка посмотрим. Да, не было перехвата мяча. Вратарь вроде бы дотянулся. Но от него мяч отпрыгал в сетку. 1-0 к перерыву. Ведем. Но все довольно-таки хлипко. Пока хлипенько. Не назвать это преимущество комфортным. Надо забивать еще мяча 2. Как минимум в начале второго тайма. Чтобы это преимущество закрепить. Но пока мы видим, что не все гладко. Угловой Кантильо на подаче. Момент. Баланто не допрыгивает до мяча. Но здесь Гарси на подстраховке. Нападающий. Хорош. Кабезос. Великолепная передача. Но Кливер Морено теряет мяч. И надо снова возвращаться. Надо снова здесь что-то решать. Мадрид. Умница. Баланто. Баланто. Ну зачем бить так плохо? Непонятно. Кантильо. Сыграл с Морено. Морено. Забегание впереди. Нет забегания впереди. Но здесь есть Томпсон. Который может... Ох! Спровоцировал Томпсон. Менью на вот такой прыжок. Хотя это не Менью. Это, наверное, Мена. Нет там волшебной буквы. На... Волшебного... Волшебной волны такой над Н. Гарсия мог удваивать счет. Не удвоил. Да, очень важно забить сейчас соперник в меньшинстве. Тем более, этим нужно воспользоваться. Томпсон подает на ближнюю штангу. Там соперники справляются. Но Гарсия мяч подхватывает. Передача на Кобезоса. Удар в касание Кливера Морено. Еще один угловой. Вот так раз за разом, раз за разом сужается удавочка. Сейчас над штрафной соперника. Но пока... Пока не получается забить еще. Еще один угловой. Томпсон делает подачу. Подача до цели не долетает. Томпсон еще одна попытка. Момент. И Морено все-таки забивает. Жорди Томпсон. Очередная голевая передача. Ну и в принципе можно уже делать определенные замены. Томпсону надо отдыхать. Выйдет Кастро. Летенаевит вместо Гарсии. У которого сегодня явно не тот день. Франко вместо Горовита. Ему надо отдыхать. Ожидаю увидеть хорошую игру. Ну вот повтор. Подача Томпсона. Здесь Осиведо отзащищался. Но второй прострел Томпсона. Точнее третий наверное даже уже в этой атаке. Поставил в тупик защиту Индепендиента Меделин. Чем ответит соперник. Порох у них явно еще есть. Явно они не намерены сдаваться. Но у нас все-таки большинство. У нас все-таки больше футболистов. Поэтому мы должны играть лучше. Мадрид. Ой Мадрид. Ну взял подарил. Вот просто взял подарил мяч сопернику. Ну на ровном же месте. Взял и подарил. Ядрит Мадрид. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да гол не засчитан. Но в простейшей ситуации. Когда этого делать не нужно было. Была куча вариантов. Слава богу. Геррера там догадался шаг сделать. Да. Заканчивается эта игра нашей победой. И хорошо. Что так. Но. 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 Все равно могла быть победа более уверенной. Нашу группу мы пока возглавили. Но это не удивительно. С учетом того что. Что остальные соперники. Еще просто пока не играли. Наша цель на следующую игру. Обграть Велес. Велес. Соперник невероятно серьезный. Невероятно сильный. Написано что это будет матч. Между двумя равными командами. Я бы так не сказал. Все таки. Велес то наверное немножко посильнее. Ну и. Если посмотреть на. Таблицу. Мы Велес проиграли 0-1. Но. По разнице мячей. Велес то наш. Нас превосходит. Обыграть Велес. Нам надо. С разницей. Большей. Чем он обыграл нас. То есть. Хотя бы 2-0. И. Затем уже. Попытаться обыграть. Хорхе Вильстермана. Более крупно. Чем. Велес обыграет. Насианаль. Но. Все эти расклады. Вообще. Если честно. Я очень сомневаюсь. Что. Насианаль. Сможет что-то. Хотя бы сделать. Велесу. Вот. Серьезно. Хорхе Вильстерман. На них надежда была. Они. Велесу. Один. Даже. Смогли забить. Но. Эта команда. Оказалась. Покрепче. Тем не менее. Для побед над Велесом. Этого было недостаточно. Так или иначе. Если мы. Не обыграем. Велес. Сейчас. То. Дальнейшее наше путешествие. В Копа Судоамерикана. Завершится. Время мстить. Давайте. Отомстим. Велесу. За прошлый матч. Ребята. Вышли вдохновленные. Это матч домашний. Но. Я все-таки надеюсь. Что нам. Удастся. Победить. Атаки. Велес. Янсен. Умеча. Но. Обыграть. Уйти. Ему удается. И момент. Касарес. Боул. Луаиза пропускает в ближний. Но. Здесь больше претензий. В любом случае. Не к вратарю. А к защитникам. Которые позволили так. Легко пробить. Гол защиту. На фсайдам. Там. И не пахло. Ну. Вот здесь. Как легко прорвался. Янс. Ну. Вот здесь. Касарес. Просто выполнил. Легчайшую передачу. Снова. Хельмар. Не уследил за своим игроком. Уже во втором матче подряд. Такая ситуация происходит. Был ли здесь офсайд. Ну. Здесь забежал. Зачем-то. Вот зачем Паласио сделал этот шаг. Вообще непонятно. Единственный момент за первый тайм. Привел к забитому мячу. Так-то удары есть. Но. По всей видимости. Они. Не очень опасны. Не очень опасны. И. Нам нужно. Ротацию. Кое-какую. Провести. Ну. Кливер Морено уже явно не дышит. Поэтому Лопес появится вместо него. Томпсон на карточке. Но пока еще он может хотя бы дышать. Помнит как его зовут. Это уже немало. Переходим в более наступательный стиль. И надо что-то делать с нашими соперниками. Диванович забрасывает мяч в штрафную. Там разбираются соперники. Но вот Лопес. Вот Горовито. Лопес. Кабезос. Проникающая. Не проходит. Но можно стараться еще. И нужно стараться еще. Кентеро. На Кабезоса. Хельмар. Так. Что придумает Лопес. Томпсон. Нет никого впереди. Оборона Велеса вроде бы растянута. Но забегание и пас не совпадают. Кабезос. Лопес. Паласиос. Ищут. Ищут варианты наши футболисты. Вот с мячом Томпсон. Он может. Летинай. Удар. Гол. Лукаш Летинай. Браво. 1-1. Сравняли. Сравняли. Великолепный гол. Лукаша Летиная. И. Департива Кали в игре. Ну. Молодец. Летинай. Все сделал правильно. И здесь искали. 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 Забегание. Нашли забегание. И браво. Лукаш Летинай. Здесь не доработал. Защитник уже у соперника. Это Гионетти. Позволил Летинаю принять мяч. Развернуться. И очень спокойно забить. Ну. Вот смотрите. Оп. А Летинай. Довольно быстро. Ситуация разобралась. И это еще не все. Наша команда явно настроилась хорошо. Момент. Здесь уже Гионетти. Перехватил. Однако будет еще одна атака. Паласиус. Чтоб соперник не расслаблялся. Паласиус на Лопеза. Лопез подача. Гионетти. Здесь прям уже супер надежно. Но еще одна волна. Идет. Контильо. Высший ворот. К сожалению. Департиво Кали серьезно взялся за Велес. Томпсон. 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 Диванович. Диванович спокойно. Контильо. Удар в ближний угол. Пропускает вратарь соперника. 2-1. Департиво Кали выходит вперед. Браво. 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 Ребята. Все было сделано здорово сейчас. Томпсон протащил. Диванович. Вот здесь отборолся и дал на свободное пространство. Хуан Камило Контильо. Пробил. Пробил примерно туда где стоял вратарь. Монсон. Монсон это по-моему вообще борец. Боец смешных единоборств. Что он забыл в воротах. Велеса я понять не могу. Но забыл и забыл. И хорошо что у них такой плохой вратарь. Который нам сейчас этот гол по сути подарил. Тем не менее. Вот сейчас уже Велес почувствовал что пахнет жареным. И что надо перехватывать инициативу. И Велес это делает кстати. Сразу же они пошли вперед. Паласиус допускает ошибку. Удар. Мемоворот. Устраивает ли нас этот счет? Задайте мне такой вопрос. Я вам отвечу. Нет. Не устраивает нас этот счет. Почему? Ну вы сами понимаете почему. Потому что ну просто. Просто потому что. Просто потому что. Мы с этим. Этот счет нас не устроит. Потому что надо рисковать. Надо забивать сопернику больше. Если мы сейчас больше не забьем. То это нам в общем то может аукнуться. Может аукнуться. Потому что соперник свежее. Соперник лучше. И у соперника более простой оппонент в заключительном туре. Поэтому нам необходимо забивать еще. Нам нужно забивать еще. Здесь счет 2-1 нас не устроит. Потому что лучшая разница у Велеса. И вероятность того что. Насианал там. Не то что отберет очки. Хотя бы разгромно не проиграет. Она крайне низка. Мы пошли в атаку. Смотрите сколько моментов создан. И может быть сейчас Кентеро. Удар выше ворота. Вот если бы сейчас забили бы. Был бы шанс. Был бы шанс. Но с Велесом заруба конечно была на равных. Заруба была серьезная. Но. Увы. Увы. Да есть еще последний матч. Но я просто понимаю что Насианал он просто никакущий. Насианал просто никакущий. Да мы одержали победу. Тут винить команду не за что. Но разница мячей в пользу Велеса. На один мяч сейчас. Если бы мы забили сейчас хотя бы еще один гол. Мы бы занимали первое место. И разница была бы в нашу пользу. Но шанс того что Насианал сейчас уже в дело идут забитые мячи. Хорхе Вильстерман команда крепкая. Ей забить там больше двух будет вообще проблематично. Что Насианал проиграет хотя бы не с разгромным счетом. Вот эта вот ситуация она конечно крайне маловероятна. Ну есть теплится. Теплится конечно надежда. Что в следующей серии Насианал возьмет, соберется. И умудрится хотя бы в ничью сыграть с соперником. Вот тогда это будет конечно супер. Я потому что не верю, что мы можем обыграть Хорхе Вильстермана со счетом там 4-0 например. Вот вообще не верю. Очень-очень сильный, очень крепкий соперник. И вот вырыли мы себе такую ямку. Что касается расписания. Вот в следующей серии как раз таки начнем мы ее, наверное, с матча против Хорхе Вильстермана. Потому что этот матч будет невероятно для нас важным. Невероятно для нас сложным. Но матч, в котором мы обязаны будем победить. Но если говорить про другие группы. Давайте посмотрим, как там выступают наши колумбийские команды. Которые мы знаем. Ну вот например, например, например. Америка Декали уступает Форталезе. Ну тут то же самое. Бразильская команда, она очень сильна, очень хороша. Это английские Индепендиенты. New Old Boys. Ну вроде бы больше и нет. Да, у нас два клуба выступают. В Копа Судоамерикано. В Копа Либертадорес. Здесь я тоже. А вот Миллионариус. Молодцы. Вышли во второй раунд. Из группового этапа. Ну вот здесь выходят две команды хотя бы. То есть есть вероятность того, что ты выйдешь из группы, даже если с жеребьевкой не повезет. Ну вот Атлетико Национал выйти из группы не смог. Миллионариус даже с первого места смогли выйти. Они же были в группе с Индепендиентом. Меделин. Две колумбийские команды. Представляете, в одной группе. Тут вообще ограничений особо нет, как я понимаю. Потому что очень много бразильских клубов. Они вообще все попадают часто в одну группу. Аргентинцы попадают в одну группу. Ну, стран не так много, как в Европе. Серьезных. И поэтому, собственно, никаких ограничений. Ну, молодцы. Другие колумбийские команды стараются, бьются. Но вот в Копе Судамерикане, конечно, здесь нам немножко не хватает. Лукаш Литина и второй бомбардир. Но первый из Университета Католики наколотил 18 мячей. 18 мячей в 7 матчах. Что это за чудовище такое? Ну, Университет на первом месте. У них разница плюс 21. Ну, там они 11-0 и 7-0 разгромили команду Гуабира. Что-то совсем Гуабира развалилось. Вот они, в общем, оторвались чисто на слабом сопернике. А Лукаш Талетинай важные голы забивает. Лукаш Талетинай забивает серьезным соперникам, а не просто там каким-то, знаете, случайным. Летинай хорош. И вопросов здесь никаких быть не может. У нас жеребьевка Кубка Колумбии. Давайте посмотрим. Ну, сразу жеребьевка всех команд. Нам достается Богата. Команда из второй лиги. Это очень приятно. Также повезло только Америка Декали. Но так двум командам искали. Достались конкуренты из другой лиги. Кстати, Богате мы проиграли, по-моему, в первом же матче на посту главного тренера. И почему бы, почему бы не вернуть должок в Кубке? Хотя команда, судя по всему, непростая. Но простых уже, наверное, и нет. Это все-таки четвертый раунд. Постараемся в Кубке выступить достойно. Хорошо. Но я надеюсь, что вы будете поддерживать нас пальцами вверх. Будете подписываться на канал. Ну, и, конечно же, не забывать о комментариях. Когда матч с Богатой, не совсем понятно. Но, как я понимаю, не прям... А, вот 9 июня. 9 июня. Ну, то бишь, уже довольно скоро. Хотя в расписании. Вот, Копа Колумбия. Есть уже. Сразу после завершения плей-офф апертуры. Как бы... Так там дальше, если мы пройдем дальше, у нас, надеюсь, это не наслоится, как вот прям одно на другое. Это будет весьма-весьма тяжело на два турнира играть. Ну, ладно. Это я уже забегаю вперед. Всех благодарю за просмотр. Всего вам самого доброго и хорошего. Удачи. И пока-пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok